Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . 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 и пациентам взрослого возраста, и пациентам детского возраста. И только вот такой вот командный подход к возможности длительного дисфансерного наблюдения таких пациентов, комплексного анализа не только генетических причин, но и всех особенностей реализации такого фенотипа дает нам возможность наиболее полноценно использовать те данные, которые сегодня мы получаем при септилинировании нового поколения, в частности в кардиологии. Спасибо большое. Большое спасибо. Переходим к следующему докладу. Спасибо. Спасибо. Следующий доклад посвящен особенностям поражения сердечно-сосудистой системы в структуре наследственных болезней обмена. На данном слайде привожу свои контактные данные, конфликт интересов, и хотела сразу бы подчеркнуть, что в настоящей презентации остановлюсь на двух мизологических формах. Это мукополисахаридоз второго типа или синдром Хантера и болезнь Фабри. На тех нозологиях, для которых разработано этиопатогенетическое лечение и своевременная диагностика которых является наиболее актуальной. Итак, синдром Хантера или мукополисахаридоз второго типа – это наследственная лизосомная болезнь накопления, которая характеризуется снижением активности фермента и дуранат-2-сульфатазы, вызванной мутацией в соответствующем гене. Снижение активности фермента приводит к нарушению расщепления гликозамин-аминогликанов, в первую очередь дерматан-агипарансульфата, с их внутриклеточным накоплением, необратимым повреждением тканей клеток и дисфункцией органов. Внесистемные проявления при мукополисахаридозе крайне многообразны. Касаются поражения и костной системы, более подробно остановлюсь дальше. Вовлекается в патологический процесс паранхематозные органы, развивается гепатаспленомегалия, пупочные, паховые грыжи. Поражаются органы зрения с дистрофическими изменениями сетчатки, нарушением сумеречного периферического зрения. Характерны частые инфекции, рецидивирующие верхних дыхательных путей, рецидивирующие атиты, прогрессирующая тугоухость и задержка психоневрологического развития. При этом по данным регистра международного у пациентов с синдромом Хантера вовлечение в патологический процесс сердца наблюдается уже на более поздних стадиях заболевания. Итак, на какие же моменты следует обращать внимание при подозрении наличия у пациента мукополисахаридоза второго типа? В первую очередь на тип наследования. Для синдрома Хантера характерен X-цепленный тип наследования. От отца к сыну заболевание не передается. Болеют преимущественно мальчики. Однако описаны единичные случаи развития заболевания и у девочек, что связывают с феноменом инактивации X-хромосомы или структурными изменениями хромосом. Второе – это типичные внесердечные проявления, к которым относят черты горгоэлизма. Это макроцефалия, высокий лоб, грубые черты лица, запавшая переносица, увеличение губ, макроглассия, укорочение шеи и туловища, деформация костей, формирование кисти, напоминающей птичью кисть, и синдром карпального канала. Это дисплазия тазобедренных суставов, гепатиспленомегалия, паховые пупочные грыжи. Также в патологический процесс вовлекается центральная нервная система, и мы наблюдаем задержку психомоторного и речевого развития, прогрессирующие психические нарушения и регресс, интеллектуального развития и навыков, симптоматическую эпилепсию, спастические пара и тетропорезы, шейная миелопатия, псевдобульбарный и бульбарный паралич, нарушение поведения, нарушение сна, вследствие развития синдрома обструктивного апноя сна. Со стороны периферической нервной системы обращает внимание развитие синдрома запястного канала, нейросенсорной тугоухости и поражения зрительных нервов. И именно вовлечение в патологический процесс нервной системы и скорость прогрессирования заболевания позволяет нам выделить две формы. В соответствии с последними клиническими рекомендациями умеренно тяжелую форму, при которой умственные способности могут сохраняться и во взрослом возрасте, и резкого снижения интеллекта не отмечается, и тяжелая форма, при которой значительные психоневрологические нарушения выявляют уже к возрасту 3-4 лет. Следующее, на что обращаем внимание, это поражение сердечно-сосудистой системы. Следует отметить, что гепаранодроматансульфат, хондроэтинсульфат, кератансульфат это те гликозаминогликаны, которые являются нормальными компонентами клапанов сердца и крупных сосудов. Соответственно, нарушение их катаболизма приводит к прогрессирующей инфильтрации ими и миокарда, и проводящей системы сердца, а также коронарных артерий, крупных сосудов, клапанов сердца, с последующими анатомическими и функциональными нарушениями. Какие методы исследования являются обязательными при подозрении на мукополисхаридоз второго типа? Со стороны сердечно-сосудистой системы это электрокардиограмма и суточное мониторирование ЭКГ, которая позволяет оценить возможные нарушения ритма и проводимости, и эхокардиография для визуализации ремоделирования сердца, оценки клапанов и состояния аорты. Дополняется инструментальными методами, представленными на слайде, это рентгенография скелета, электромио-электронейромиография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника, электроэнцефалография, полисомнография, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек, функция внешнего дыхания и аудиометрия. Для подтверждения диагноза мы имеем возможность определить активность фермента и дуранат-2-сульфатаза в плазме крови или еще проще в пятнах крови, высушенных на фильтровальной бумаге. Дополняем проведение молекулярно-генетического исследования для выявления мутации в гении дуранат-сульфатаза. И можем исследовать спектр и количество экскретируемых с мочой гликозамин-аминогликанов, в частности, дерматан-сульфата и гепаран-сульфата. Дополняем стандартным клинико-лабораторным минимумом с акцентом на оценку функции печени и фосфорно-кальциевого обмена. На данном слайде суммирую особенности поражения сердечно-сосудистой системы приму к полисахаридозе второго типа и дальше на последующих слайдах остановлюсь на них более подробно. По данным Международного регистра следует отметить, что клапаны и сосуды вовлекаются в процесс чаще, нежели мы видим телеэнеромоделирование. Со стороны клапанов происходит утолщение и уплотнение створок. Откладываются кальцификаты в фиброзном кольце клапанов. Но поражаются не только клапаны, но и подклапанный аппарат в виде укорочения и утолщения хорд, папиллярных мышц с последующим ограничением подвижности створок, развитием стеноза или недостаточности соответствующих клапанов с перегрузкой камер сердца и их систолической и диастолической дисфункцией. Следует отметить, что клапаны левых камер сердца поражаются чаще, чем правых. И метральный клапан превалирует на доортальным, при этом недостаточность клапана выявляют чаще, чем стеноз. На данном слайде демонстрирую на левой картинке характерную метральную недостаточность в парастернальной позиции по длинной оси и на правом рисунке артальный стеноз в парастернальной позиции по короткой оси. Поражение коронарных артерий заключается в накоплении гликозамина глиногреканов в стенке сосудов с диффузной пролиферацией эпикардиальных отделов коронарных артерий, с сужением просвета сосуда и возникновением ишемии миокарда, порой приводящей к инфаркту миокарда второго типа. Описано при мукополисахаридозах и развитии апикальных аневризм левого желудочка. Поражаются не только коронарные артерии, но и другие крупные сосуды. В частности, описано наблюдение диффузного сужения грудной и брюшного отдела аорты, дуги аорты с характерной клиникой коорктации аорты и снижение содержания эластина приводит к дилатации аорты с возможным риском развития аневризма. Артериальная гипертензия описана у каждого четвертого пациента с мукополисахаридозом второго типа, в генез которой вносят вклад поражение артального клапана, синдром обструктивного апноэ сна, накопление гликозаминами на гликанов в стенках артерий, включая почечные артерии. Легочную гипертензию выявляют примерно в 36% случаев по данным регистра и обусловлено в том числе и поражением левых отделов сердца, частыми респираторными заболеваниями и накоплением гликозаминами на гликанов в сосудах легких. Оценивая состояние проводящей системы, следует отметить, что накопление гликозаминами на гликанов в проводящих путях часто приводит к нарушению проводимости, в частности, развитию атеровентрикулярных блокад, в том числе полных, требующих имплантации кардиостимулятора. Но имеют место и нарушения ритма, как суправентрикулярные, так и желудочковые, и описана синусовая тахикардия, а также случаи внезапной сердечной смерти. Переходя к особенностям РЭ моделирования сердца при мукополисахаридозе второго типа, следует отметить, что гипертрофия левого желудочка выявляется практически у каждого второго пациента, а как таковой фенотип кардиомиопатии в виде гипертрофической кардиомиопатии или дилатационной кардиомиопатии или их сочетаний описан только в 8% наблюдения. В 6% осложняется явление незастойной сердечной недостаточности. На данном слайде привожу интересную работу 2018 года, в которой выделены так называемые флаги, то есть сочетание кардиологических и системных проявлений в определенной комбинации, которые позволяют в той или иной степени вероятности предположить наличие у пациента мукополисахаридоза второго типа. Они хорошо представлены на экране, я думаю, озвучивать не буду. Перехожу к следующему слайду. Созданы и опросники, в которых выделены наиболее характерные черты. Это и семейный анамнез, мукополисахаридоза, их сцепленный тип наследования, дефекты позвоночного столба, дисплазиеты забедренного сустава, паховая грыжа, инфекции дыхательных путей, лицевой дизморфизм, ретиниты, патология метрального ортального клапана, атериовентрикулярные блокады, патология аорты и коронарных артерий. Смертность при мукополисахаридозе высокая. В структуре смертности превалирует сердечная и легочная недостаточность, что обуславливает актуальность применения терапии, ферментозаместительной терапии, в частности, и дурсульфаза. И мы видим, как расходятся кривые у пациентов, получающих и не получающих лечение. Ферментозаместительная терапия обязательно дополняется симптоматическим хирургическим лечением и проведением реабилитационных мероприятий. Делая акцент на лечении сердечно-сосудистых проявлений, конечно, в основном во взрослой практике, применимы все те стандарты, которые в настоящее время существуют. Это общий принцип терапии сердечной недостаточности, артериальной гипертензии. Чаще требуется проведение хирургического лечения, патологии клапанов сердца в виде протезирования, вальвулопластики с последующим назначением антикоагулянтов. Терапия нарушений ритма, в том числе с применением инвазивных методик, аблации, решение своевременного вопроса об имплантации кардиовертера-дефибриллятора и в случае тяжелых нарушений проводимости и имплантации кардиостимулятора. Переходим к следующей теме. Это болезнь Фабрим, которая также относится к группе лизосомных болезней накопления, но обусловлена генетическими дефектами в ферменте альфа-галактозитазы А. Снижение активности фермента приводит к накоплению гликосфинголипидов, в частности глоботриозилцерамида, в различных тканях и клетках. Выделяют два основных фенотипа. Это классический фенотип, который возникает при отсутствии или выраженном снижении активности фермента альфа-галактозитазы А менее 1%, характеризуется дебютом в раннем подростковом возрасте, носит прогрессирующий характер, яркую клиническую картину с мультиорганным поражением, более характерен для мальчиков и выделяют фенотип с поздним дебютом, который развивается при определенном уровне остаточной активности фермента. Дебютирует в более позднем возрасте, клиническая картина не столь яркая и могут быть даже изолированные кардиальные варианты. В настоящее время описано большое количество генетических вариантов, ответственных за развитие заболевания. Более 965. Многие из них являются вариантами Денова, отличаются даже у членов одной и той же семьи, что обуславливает крайне гетерогенную клиническую картину заболевания. Интересны работы, которые проводят выделение корреляций генотип-фенотипа и сделаны попытки определить те генетические варианты, которые ответственны за развитие классического фенотипа заболевания или фенотипа с поздним дебютом. Огромный пласт составляет генетические варианты неопределенного значения, по которым требуется накопление дальнейшей информации для более достоверной трактовки. Больше всего по данным лаборатория выявляют доброкачественные полиморфные варианты, которые не вызывают развитие заболевания. Для болезни Фабри характерен также, как и при синдроме Хантера X, сцепленный тип наследования. В ней системные проявления крайне разнообразны. Остановлюсь дальше подробнее на последующих слайдах. Наиболее яркими являются кожные проявления в виде ангиокератома. Это небольшие ангиомы диаметром до 5 мм, которые локализуются в нижних отделах живота, в паховой области и на слизистых, создавая риски кровотечений. Они темно-красного цвета. Следующим характерным проявлением является вовлечение в логический процесс периферической нервной системы, развитие акропарастезии. Появляется неприятное ощущение жжения, покалывания, боли в кистях и стопах. То есть носит симметричный дистальный характер. По мере прогрессирования заболевания может распространяться верх. Описанная нейропатическая боль как острая в виде кризов ФАБРИ, так и хроническая. При этом боль является частым предиктором развития депрессии. К крайним проявлением также относятся и развитие периферической вегетативной недостаточности в виде неспецифической дисфункции кишечника, в виде расстройств стула, тошноты, снижения аппетита, абдоминальных болей и нарушения потоотделения, как правило, в сторону гипо- и ангидроза. К крайним проявлениям относятся и офтальмологические нарушения, для которых при болезни ФАБРИ характерно именно развитие катаракт. И двусторонних передних капсулярных и подкапсулярных катаракт с пропеллероподобным распределением, и радиальных задних субкапсулярных катаракт, изветость сосудов конъюнктивы характерным, помутнение раковицы. К поздним осложнениям относятся проявления со стороны трех систем. Со стороны нервной системы, почек и сердечно-сосудистой. Со стороны нервной системы мы видим инфаркты кровоизлияния мозга, доли хаэктазии, поражение белого и серого вещества и так называемые Т1-подушки таламуса при МРТ – характерные симптомы. Со стороны почек проявляется в виде прогрессирующей микроальбуминуреи, с развитием протеинурии, снижением скорости клубочковой фильтрации. И поражение сердечно-сосудистой системы затрагивает различные структуры. Также и клапаны, и кардиомиоциты, и эндоколитериальные, и гладкомышечные клетки сосудов, клетки проводящей системы, что обуславливает крайне многообразные симптомы, не специфические. И помогает нам в подтверждении диагноза инструментальная диагностика. На электрокардиограмме обращаем внимание на укорочение интервала ПКУ. При этом на более поздних стадиях заболевания по мере прогрессирования фиброза наоборот склонность имеет к атриовентрикулярным блокадам. Видим вольтажные критерии гипертрофии левого желудочка, сочетающиеся с инверсией зубца Т. Со стороны нарушений ритма и проводимости описаны всевозможные суправентрикулярные нарушения ритма – это экстрасистолия, и фибрилляция трепетания предсердий, и со стороны желудочков, как экстрасистолия, так и пароксизма желудочковой тахикардии. Оценивая особенности ремоделирования сердца при болезни Фабри, следует отметить, что это в основном гипертрофические фенотипы. На более поздних стадиях возможно сочетание гипертрофического и рестриктивного фенотипов. Различный разброс приводится, какова же доля болезни Фабри в структуре гипертрофического фенотипа, но по последним данным примерно 0,5-1% приходится на болезни Фабри. На что следует обращать внимание при проведениях кардиографии? В первую очередь это развитие симметричной формы гипертрофии. Под гипертрофическим фенотипом мы понимаем утолщение стенки левого желудочка в любом сегменте 15 мм и более, или 13 мм и более в случае подтвержденного диагноза у родственников пациента. Но это не стопроцентно, то есть выделяют и асимметричные формы при болезни Фабри, как неабструктивные, так и абструктивные. Гипертрофии подвергаются и правые камеры сердца. Развивается гипертрофия правого желудочка. Интересным являются работы, которые описывают гипертрофию папиллярных мышц. В частности, работа 2017 года. Выбрано определенное количество пациентов с болезнью Фабри где-то около 150. Кроме того, включены пациенты с гипертрофической кардиомиопатией, с амилоидозом, с ортальным стенозом гипертонической болезни и группа контроля, без гипертрофии левого желудочка. И самый большой процент гипертрофии папиллярных мышц был выявлен именно у пациентов с болезнью Фабри. Также обращаем внимание на дилатацию корня аорта, которую можно определить и по данным их кардиографии, и уточнить при проведении магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии. При возможности применения тканевой доплерографии выявляем снижение показателей. И оценивая не везде доступную, к сожалению, продольную деформацию миокарда, выделяют характерный паттерн снижения показателей деформации в нижнебоковой стеночке левого желудочка при болезни Фабри, в отличие от снижения аналогичного показателя в области переднеперегородочных сегментов у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией. Описывают и гиперохогенные зоны в области нижнебоковых сегментов миокарда по данным их кардиографии. Но это сложно выявить. Более надежным помощником нам в этом служит магнитно-резонансная томография. И характерным для болезни Фабри является феномен отсроченного контрастирования, то есть зоны фиброза, в базальных сегментах нижнебоковой стенки левого желудочка. Проводится работа в основном зарубежных авторов о применении режима Т1, картирование при МРТ, которое позволяет выявить снижение Т1 маркера при болезни Фабри, которую видим в виде голубого свечения. Но это требует дальнейшего изучения. Также характерно развитие микроваскулярной дисфункции. В ее оценке нам помогают сцентеграфия, ПЭТ, гибридные методики ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ. Итак, красными флагами при болезни Фабри является X-цепленный тип наследования, укорочение ПК-интервала менее 120 мс, боли за грудиной без существенного поражения коронарных артерий, концентрическая гипертрофия левого желудочка с выраженной гипертрофией папиллярных мышц, наличие зоны отсроченного контрастирования в области базальных сегментов нижнебоковой стенки левого желудочка и низкие значения Т1 сигнала при картировании. Наш диагностический алгоритм при кардиомиопатии подозрений на болезнь Фабри может основываться как на данных эхокардиографии, так и на результатах МРТ. По данным эхокардиографии мы должны иметь предположение по клиническим данным в сочетании с ранними эхокаги-критериями гиперкардиомиопатии или же наличие гипертрофии левого желудочка, дополненной признаками, такими как гипертрофия папиллярных мышц, изменение показателей деформации миокарда и других. Со стороны магнитно-резонансной томографии это может быть гипертрофия или даже ее отсутствие, но в сочетании с зонами отсроченного контрастирования в области базальных сегментов нижней боковой стенки левого желудочка или сочетании и гипертрофии из зоны отсроченного контрастирования и снижения Т1 сигнала. Для подтверждения диагноза мы изучаем активность фермента, оцениваем альфа-галактозидазы А в плазме крови или в сухих пятнах крови, высушенных на фильтровальной бумаге и дополняем молекулярно-генетическим тестированием, которая наиболее актуальна для женщин, потому что у них активность фермента не является показательной, может сохраняться, даже несмотря на наличие болезни фабрины. При необходимости оцениваем количество глоботриозилсорамида в плазме крови и моче, и в редких случаях, когда предыдущие результаты не дают нам возможности определиться с диагнозом, дополняем гистологическим исследованием эндомиокардиальной биопсии и нефробиопсии. И со стороны сердечно-сосудистой системы включаем определение атропонинов и НТ-ПРО-БМП. При проведении эндомиокардиальной биопсии на какие гистологические характеристики обращать внимание? Это отсутствие дезорганизации миофибрил, что является типичным для гипертрофической кардиомиопатии. При электронной микроскопии выявляют включение в лизосомах всех указанных выше структур, и по мере разной стадии заболевания определяется различная степень фиброза. Таким образом, если подытожить, то вклад в прогрессию кардиомиопатии вносят как активные факторы в виде аккумуляции глоботриозилсорамида, в аскулопатии и систолической гипертензии. Связанных факторов – это высокие КДО, повышение БНП, увеличенный размер левого предсердия и заместительный фиброз, который способствует дальнейшим геометрическим изменениям левого желудочка. Если выстраивать прогрессию клинических проявлений, прогрессию заболеваний и биомаркеров, то, конечно, нужно стремиться к диагностике заболевания на ранних этапах, на до-гипертрофических стадиях. Мы их можем выявить по ранним признакам. Это электрокардиограмма, тканевая доплерография, оценка показателей деформации миокарда и применение магнитно-резонансной томографии. Этапы гипертрофии левого желудочка и кардиомиопатии уже имеют клинические проявления, и начинать лечение на этих стадиях возможно, но получаем не настолько хорошие результаты, как хотелось бы. Какие мы ставим цели? Это предотвращение развития гипертрофии или при ее наличии стабилизация. И то же самое касается фиброза, стабилизация процесса. Работа 2020 года. Мы видим, что до начала фермент-заместительной терапии отмечалась неуклонно прогрессирующая гипертрофия межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка. На фоне начала фермент-заместительной терапии данные показатели стабилизировались. И даже если оценивать обратное ремоделирование, бывает ли оно, описано, что бывает, и зависит в том числе и от фиброза. Когда нет фиброза, тогда может быть и обратная динамика процесса на фоне лечения альфа-галактозидазой А. Улучшается и толерантность к физическим нагрузкам, и такие показатели тканевой деформации также улучшаются. Принципы терапии, аритмии, сердечной недостаточности и факторов сердечного риска представлены на слайде. Они стандартны. Мы стараемся уменьшить риск внезапной смерти, имплантируя кардиовертеры, дефибрилляторы, нарушение мозгового кровообращения, своевременным ранним назначением антикоагулянтов. Стандартные принципы терапии сердечной недостаточности. С ограничениями. Амиадарон ингибирует деградацию фосфолипида в лизосомах и способствует тем изменениям, которые близки к наблюдаемому при болезни ФАБРИ, поэтому он не рекомендован. В случае тяжелых нарушений ритма приоритет отдается инвазивным методикам. Выбор другой антиаритмической терапии при наличии у пациентов кардиомиопатии также ограничен. Бета-блокаторы возможны, но ограничены переносимостью, учитывая тенденцию к развитию синусовой бродикардии и плакат. Благодарю за внимание. Следующая заявленная тема – болезнь Пампе. «Трудности ведения пациента при раннем манифесте кардиомиопатии». А докладчик у нас будет доступен? «Русские плакаты при раннем манифесте кардиомиопатии. Благодарю за внимание. Есть ли у нас докладчик дистанционно? В последующей теме по наследственным нарушениям ритма сердца в практике врача-кардиолога. Нет, я была. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Приносим извинения, вновь техническая задержка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 заболевание, которое называется ситостеролемия, встречается оно гораздо реже, характеризуется оно увеличенным всасыванием в кишечнике растительных стеролов. Но на самом деле данные транспортеры также специфично экспрессируются в печени, и нарушение их функции приводит к пониженной секреции, экспреции холестерина в составе желчных кислот в печени. Поэтому среди пациентов с семейной гиперхолестериномией нередко встречаются гетерозиготные носители этих мутаций. Также, особенно у пациентов детского возраста, изначально диагноз семейной гиперхолестериномия может быть поставлен детям с мутациями в гене лизосомальной кислой липазы. Когда эти мутации проявляются в тяжелой форме, говорят о болезни Вольмана, но когда мутации более мягкие, данное заболевание называется или болезнь накопления эфиров холестерина, или просто дефицит лизосомальной кислой липазы. Это аутосомно-рецессивное заболевание, то есть развивается у гомозигот. И пока на самом деле повышение уровня холестерина, холестерина в составе либо протеинов низкой плотности, будет первым признаком, скорее всего, данного заболевания. И поэтому так важно выявлять, дифференциально диагностировать его у детей. То есть дефицит лизосомальной кислой липазы приводит к накоплению либо протеинов низкой плотности и к последующему увеличенный секрет либо протеинов очень низкой плотности в кровоток и как следствие повышения уровня холестерина. Также на самом деле в панели для секвенирования нового поколения можно включить новые гены, которые были открыты после проведения полногеномных секвенирований у пациентов с семейной гиперхолестериномией. Следующий слайд, пожалуйста. Перехожу к непосредственно нашему исследованию. Данное исследование проведено в содружестве с городской больницей номер 40 и Центром атеросклероза и нарушения липидного обмена клинической больницы 122 города Санкт-Петербурга. Также при сотрудничестве с медико-генетическим научным центром имени Академика Бачкова, город Москва. Для исследования были и для адаптации метода НГС для диагностики семейной гиперхолестериномии были выбраны две группы разного возраста. Это взрослые, первая группа, мужчины, женщины, женщин больше, но приведены на слайды процентные соотношения возраста 23 до 70 лет. Общий холестерин в среднем 11 ммол на литр. Практически у всех пациентов присутствовали сухожильные эксантомы и более чем у половины наблюдались клинические признаки атеросклероза до 50 лет или утолщение интимой медиа. Наследственность присутствовала у 23 пациентов, то есть это у родственников или повышенный уровень холестерина или сердечно-сосудистые заболевания в молодом возрасте в анамнезе. Что касается группы детей, подростков, также сюда мы отнесли юношеский возраст от 2 до 21 года. Уже высокий общий холестерин и холестерин в составе либо протеинов низкой плотности, сравнимой со взрослой группой, что интересно, хотя средний возраст у нас здесь 11 лет. А ни у кого, конечно, из этой группы ксантом не наблюдалось. Все они на самом деле совершенно случайно узнали о высоком уровне холестерина, потому что обследовались по причине частых простудных заболеваний. Но однако, когда был проведен сбор детального уже анамнеза, оказалось, что практически все дети, родственники которых имеют или сердечно-сосудистые заболевания, или высокий уровень холестерина. Также хочу отметить, что взрослые пациенты были из российского многоцентрового регистра семейной гиперхолестериномии, который был переномлен в регистре НИСАНС. Что интересно, что с начала работы данного регистра в нашей стране оказалось, что только четверть из пациентов с семейной гиперхолестериномии на момент обследования обычно принимают гиполепидемические средства, что, конечно, является очень большой проблемой. И опять же, это является следствием того, что большинство пациентов не знают о своем диагнозе. Следующий слайд, пожалуйста. Для панели секвенирования были выбраны основные гены, то есть это минимальный набор генов, на которые следует обследовать пациентов с подозрением на наследственную гиперхолестериномию. Это гены рецептора липопротеинов низкой плотности, аполипопротеина B, PCSK9, транспортеры ABCG5G8, аполипопротеин Е и гены лизосомальной кислой липазы. Секвенирование проводилось параллельно на двух платформах, то есть в Санкт-Петербурге на базе 40-й больницы секвенирование поставлено на приборе MySec по технологии Illumina, и в Москве это было полупроводниковое секвенирование на приборе IonTorrent. Сами подходы принципиально не отличаются, это секвенирование путем синтеза. В случае технологии Illumina при иммобилизации библиотек на подложке специальной проточной ячейки происходит генерация кластеров, а секвенирование выполняется путем добавления флюоресцентно-меченых нуклеотидов, и уже по включению определенных нуклеотидов мы определяем последовательность. В случае полупроводникового секвенирования принцип действия здесь основан на выделении ионов водорода при присоединении нуклеотидов, и также секвенирование происходит специальных PH-чувствительных ячейков на специальном чипе. Тут хочется отметить, что оба подхода абсолютно подходят для таргетного секвенирования и дают, как мы увидим позже, достоверные результаты. Следующий слайд, пожалуйста. И, собственно, хотела бы остановиться на результатах нашего исследования. Всего в группе взрослых пациентов было выявлено 18 носителей патогенных или, вероятно, патогенных вариантов в изученных генах, из них 16 – это уникальные мутации. Среди детей и подростков это 25 патогенных вариантов, из них 16 – это уникальные. И, соответственно, выявляемость общая мутаций составила 60% в группе взрослых и 89% в группе детей. Больше всего мутации было выявлено в гене липопротеина, рецептора липопротеинов низкой плотности. В группе взрослых 13 из них 2 варианта новые, а в группе детей и подростков 21 из них 9 вариантов новые, то есть отсутствующие в международных базах данных. Также были выявлены варианты в гене АПО-Б, ABCG5G8 транспортеров. И у одной девочки была выявлена гумазигота по мутации в гене липа или зосомальной кислой липазы. Также выявили мутации в гене PCSK9, но здесь мы затрудняемся однозначно сказать, что они носят именно патогенный характер, то есть вызывают заболевания, так как в этом гене мутации могут быть как активирующие, так и снижающие функцию. А именно активирующие мутации приводят к семейной гиперхолестериномии. Следующий слайд, пожалуйста. Такие мутации были в принципе выявлены в гене рецептора липопротеином низкой плотности. В домене, который отвечает за связывание с липопротеином низкой плотности, были выявлены, как уже известные мутации, они перечислены в боксе справа. Большинство мутаций было выявлено в четвертом зоне, но они чаще всего там встречаются. И там же было выявлено 5 новых вариантов по типу мутации. Это 2 хрэмшифта и 3 нисенс-варианта, то есть приводящие к замене аминокислот. Следующий слайд, пожалуйста. В следующем домене это домен, подобный эпидермарному фактору роста. То есть это считается домен, ответственный за деградацию данного рецептора. Здесь хочется отметить, что новые варианты были выявлены в 8-м и в 11-м зонах. Цветным отмечены замены аминокислот, которые были выявлены у нескольких пациентов. Также хочется отметить, что эти варианты встречались в городе Санкт-Петербург, например, и ранее. То есть это говорит о том, что они могут встречаться чаще других. Например, вариант в 12-м и в зоне глицин-592, глутаминовая кислота. В данном исследовании был выявлен всего у 6 пациентов, что составляет 10% обследованных лид. Данная мутация является самой распространенной в Чехии и Польши, и благодаря проведенному исследованию мы можем подозревать, что для нашей популяции она тоже может быть достаточно распространенной, а может быть даже мажорной. Следующий слайд, пожалуйста. Также понятно, что эта мутация была выявлена и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Также мутация глицин-401-гистидин была выявлена у пациентов из обоих городов. Следующий слайд, пожалуйста. В 15-м и в зоне был выявлен вот такой вот патогенный вариант. Это вариант белка с отсутствием, в принципе, части, которая отвечает за крепление рецептора к мембране, поэтому понятно, что данная мутация, безусловно, патогенная. Следующий слайд, пожалуйста. Также были выявлены два новых сплайсинг-варианта у пациентов из города Москвы в антронах 6 и 8. За исключением трех вариантов, которые раньше встречались в нашей популяции, вот выявленные мутации, они описаны в разных странах Европы. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается гена АПАБИ, АПАЛИПО-протеина В, здесь было выявлено 4 различные мутации. Самая частая мутация, которая в Европе приводит ориентировочно к 5-10% случаев семейной гиперфолестериномии, это аргинин 13-35-27 глутамин, была выявлена в Москве, в Санкт-Петербурге. Данная мутация выявлена не была, но зато была выявлена другая, еще более редкая, то есть в том же кодоне, но идет замена на лицин. Следующий слайд, пожалуйста. Данные мутации приводят к снижению связывания с рецептором липопротеина низкой плотности, в том числе и делиция аминокислотного остатка в хвостовой части, поскольку, вероятно, все эти мутации влияют на конформацию АПАЛИПО-протеина В в составе липопротеина низкой плотности, и в итоге не происходит адекватного связывания с рецептором. Следующий слайд, пожалуйста. В заключение также хочу еще раз остановиться на пациентов с мутациями в так называемых неканонических генах семейной гиперфолестериномии. В частности, двое взрослых имели мутации в гене BCG5 и G8, мужчина и женщина. У мужчины инфаркт миокарда был 31 год, у женщины 47 лет. Также у пациентов наблюдается ксантом и очень высокий уровень холестерина, то есть без генетического исследования они выглядят так же, как у пациента с классической семейной гиперфолестериномии. И у одной девочки из Москвы был выявлен вариант гена липа из-за сомальной кислой липазы, то есть в данном случае подход абсолютно другой будет, это фермент-заместительная терапия, данному пациенту не нужны, например, статины. Все это еще раз подчеркивает необходимость проведения дифференциальной генетической диагностики семейной гиперфолестериномии. И в целом процента выявляемости мутации было значительно выше в группе детей, но это вполне ожидаемо. Таких работ в мире проводилось не так много, но в целом до 95% может быть выявляемость в таких группах, так как у детей, конечно, дифференциацию по уровню холестерина провести гораздо проще. Спасибо за внимание. Еще раз следующий слайд, пожалуйста. Хотела бы поблагодарить всех коллег, всех, кто принимал участие в этой работе, сотрудников Центра атеросклероза и нарушения липидного обмена клинической больницы 122, сотрудников генетической лаборатории городской больницы номер 40 и сотрудников медико-генетического научного центра Российской академики наук город Москва. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Мы переходим сейчас к следующему докладу. Тема – значение молекулярно-генетического анализа в диагностике синдрома Брукадда. Спасибо. 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 Здравствуйте. Не загружайте. Здравствуйте. Подключаем вас. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые президенты. Большое... Да, подключилось. Можно в следующий слайд? Подключилось? Большое внимание в последнее время детскими кардиологами уделяется проблеме внезапной сердечной смерти. Внезапная сердечная смерть – это ненасильственная смерть, призванная заболеваниями сердца и манифестировавшая внезапные потери сознания в пределах одного часа с момента появления острых симптомов. Пожалуйста, следующий слайд. Наиболее частыми причинами внезапной сердечной смерти у молодых людей являются Распалительные заболевания миокарда, кардиомиопатии, пороки сердца и сосудов, первичные электрические заболевания сердца, первичная фибрилляция предсердений. Следующий слайд, пожалуйста. Первичные электрические заболевания сердца – это генетически детерминированные состояния, при которых происходит дискоординация в работе ионных каналов кардиомиоцитов и нарушается процесс реполяризации, что является предпосылкой для развития пароксизма желудочковой тахикарпии. Следующий слайд, пожалуйста. Синдром Бругада – это наследственное заболевание автосомно-доминантного типа наследования. Пенетратор зависит от возраста и пола. Чаще наблюдаются у мужчин старшего возраста. Случаи данного синдрома у детей немногочисленны. Распространенность данного заболевания составляет от одного случая на тысячу человек до одного случая на 10 тысяч человек и выше. Следующий слайд, пожалуйста. Впервые данный синдром описан у трехлетнего ребенка с частыми обморочными состояниями в 1992 году. Причем его двухлетняя сестра ранее умерла внезапно, несмотря на проводимую антиаритмическую терапию и имплантацию кардиостимулятора. Следующий слайд, пожалуйста. Именно тогда испанские кардиологи, братья Бругады, впервые описали клинику электрокардиографический синдром, который объединял частые семейные случаи синкопальных состояний или внезапной смерти вследствие полиморфной желудочковой тахикардии и регистрацию специфического ЭКГ-паттерна. В основе патокинеза заболевания лежит генетически детерминированное нарушение ионных каналов кардиомиоцита. Выявлено 12 генов, связанных с данным синдромом. Следующий слайд, пожалуйста. Электрокардиографическими признаками синдрома Бругада является специфический косовосходящий подъем сегмента СТ в правых грудных отфигениях. Также электрокардиографические признаки блокады правой ножки пучка ГИСа, непостоянное удлинение интервала ПКУ и приступы полиморфной желудочковой тахикардии. Следующий слайд. Выделяют три типа данного синдрома по виду элевации сегмента СТ. Следующий слайд. Клиническими проявлениями данного синдрома являются синкопальное состояние или внезапная смерть на фоне приступов желудочковой тахикардии. Средний возраст клинических манифескаций является 40 лет. Однако желудочковая тахикардия может возникать в любом возрасте. Обычно это наступает во время отдыха или во сне. Триггерными факторами могут быть лихорадка, злоупотребление алкоголем или переедание. Следующий слайд, пожалуйста. Наиболее эффективным методом предотвращения развития жизнеугрожающих аритмии и внезапной сердечной смерти на сегодняшний день является имплантация кардиовертора-дефибриллятора. Следующий слайд. Представляем вам семейный случай данного синдрома, впервые выявленный в нашей республике. Девочка, 2014 года рождения, родилась от третьих срочных родов, с массой тела 2850 грамм, длиной 50 сантиметров, антенатальный и ранее неанатальный анамнез без особенностей. Наследственность отекречена по сердечно-сосудистым заболеваниям. Одной из старших сестер в возрасте 4 лет имплантирован кардиостимулятор по поводу синдрома слабости синусового узла. Родители девочки и старшая сестра здоровы. Впервые КГ выполнено в возрасте 1 года 3 месяцев. Отключается синусовый ритм, частота сердечных сокращений в пределах нормы, транзиторная атриотовентрикулярная блокада первой степени. По данным эхокардиографии, открытое овальное окно 2 мм, дисфункция миокарда не выявлена. При контрольной КГ в возрасте 2 лет сохраняется синусовый ритм, частота в пределах нормы, атриотовентрикулярная блокада первой степени. Впервые девочка была обследована в кардиологическом отделении Детско-Республиканской больницы города Петрозаводска в возрасте 2 года 1 месяц. По результатам суточного мониторирования КГ выявлены значимые нарушения сердечного ритма. Это клинически значимые паузы ритма, в том числе 22 паузы больше 2 секунд и один эпизод асистолии больше 4,5 секунд. Хочется отметить, что клинических проявлений заболевания нет. Среднесуточная частота сердечных сокращений в пределах возрастной нормы, синкопальных состояний не отмечена. Результаты обследования были обсуждены с аритмологом центра имени Алмазова. Диагностирован синдром слабости синусового узла. Предложено начать нейрометаболическую терапию. На фоне проводимого лечения частота сердечных сокращений сохранялась в пределах возрастной нормы, но сохранялось большое количество клинически значимых паузы ритма и асистолия больше 4 секунд. Также появились нарушения сердечного ритма по типу желудочковой экстрасистолии, коротких пробежек желудочковой тахикардии. Продолжено динамическое наблюдение и нейрометаболическая терапия. При плановом обследовании в нашем отделении в возрасте 2 года 3 месяца без жалоб, без синкопальных состояний отмечено уменьшение количества желудочковых и наджелудочковых экстрасистов, но сохраняются клинически значимые паузы ритма и эпизоды асистолии. Дисфункция миокарда сонографически не выявлена. Ребёнок консультирован в научном центре сердечно-сосудистой хирургии. Рекомендована имплантация кардиостимулятора и девочка внесена в лист ожиданий. Учитывая семейный анамнез, заподозрена семейная форма повреждения проводящей системы сердца, возможна мутация в гене SCN5A. При плановом обследовании в нашем отделении в возрасте 2 года 6 месяцев отмечена отрицательная динамика. Появилась брадикардия в течение суток, значительно увеличилось количество клинически значимых паузы ритма, асистолии не выявлено и снизилось количество паузы ритма больше 2 секунд. С учётом отсутствия клинических проявлений заболевания и дисфункции миокарда решено продолжить динамическое наблюдение. Решено, что девочка в срочной постановке кардиостимулятора не нуждается. При плановом обследовании в возрасте 2 года 10 месяцев также бежала без синкопальных состояний. Во время проведения суточного мониторирования ЭКГ у ребёнка отмечена лихорадка и катаральное явление. По результатам обследования выявлено брадикардия в течение всего времени наблюдения, большое количество клинически значимых паузы ритма, из них 259 паузы ритма с продолжительностью более 2 секунд, а также 376 эпизодов асистолии с продолжительностью до 4,5 секунд. На фоне лихорадки до 38,5 градусов выявлены выраженные нарушения реполяризации, типичные для синдрома Бругада. На данном слайде представлен фрагмент суточного мониторирования ЭКГ на фоне нормальной температуры тела. Следующий слайд. И на фоне изменения фазы реполяризации на фоне лихорадки, типичные для синдрома Бругада первого типа. Девочка была направлена в детский центр нарушений сердечного ритма научно-исследовательского клинического института педиатрии имени Витичева, где было проведено молекулярно-генетическое исследование, по результатам которого были выявлены два ранее неописанных варианта нуклеотидной последовательности в 17-м и 3-м их зонах генов СН-5А в гетерозигостном состоянии. Следующий слайд, пожалуйста. Обе мутации являются патогенами и ответственными за разнообразные нарушения сердечного ритма с аутосомно-доминантным и аутосомно-рецессивным типом наследования, в том числе таких как синдром Бругада первого типа и синдром слабости синусового узла. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом был подтвержден диагноз синдром Бругада и синдром слабости синусового узла. Далее, пожалуйста. И сформулированы показания для установки кардиовертора-дефибриллятора в плановом порядке, который был имплантирован в сентябре 2017 года. В возрасте 3 лет. При плановой госпитализации в наше отделение, по результатам суточного монетарирования, основной уровень функционирования синусового узла снижен, отмечается элевация сегмента СТ в право-грудных отведениях, транзиторная в облакады первой степени, зарегистрированы короткие эпизоды ритма, навязанные от кардиовертора до фибриллятора. При контроле системы ИКД нарушение в работе не выявлено, желудочковых нарушений сердечного ритма и эпизодов срабатывания ИКД не зарегистрировано. Следующий слайд, пожалуйста. Девочка 2005 года рождения, старшая сестра, от второй беременности, антинатальный, неонатальный анамнез без особенностей, до 2009 года приведа согласно национальному календарю. Наследственность отекочена у младшей сестры синдром Пугана, синдром слабости синусового узла. В возрасте 4 года девочка перенесла острый миокардит с поражением проводящей системы сердца. Получала лечение в кардиологическом отделении Детско-Республиканской больницы города Петрозаводска по протоколу острого миокардита. В связи с развитием синдрома слабости синусового узла, в октябре 2009 года, через полгода от начала заболевания, проведена имплантация однокамерного кардиостимулятора. В дальнейшем, при регулярном наблюдении, жалоб не предъявлялось, инкопальных состояний не отмечено. В октябре 2012 года, в связи с неэффективной работой однокамерного кардиостимулятора, проведена замена на двухкамерный кардиостимулятор. В дальнейшем работы ПКС не выявлено. Нарушение в работе кардиостимулятора не выявлено. В октябре 2014 года, на фоне повышения температуры тела и течения вирусной инфекции, дважды отмечено синкопальное состояние. Следующий слайд, пожалуйста. В связи с этим, девочка была очно консультирована в научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, проведено перепрограммирование кардиостимулятора, выявлено нарушение сердечного ритма по типу трепетания предсердий, назначена антиаритмическая терапия, которую она получала до августа 2016 года. Следующий слайд, пожалуйста. В декабре 2017 года была обследована в детском центре нарушения сердечного ритма научно-исследовательского клинического института педиатрии имени Великимичева в городе Москва в связи с верифицированным у младшей сестры диагнозом. Молекулярно-генетическое исследование было проведено в мае 2018 года. Результатом которого также было выявлено два ранее неописанных варианта нуклеотидной последовательности в 17-м и 3-м экзонах гена СН-5А, которые ответственны за развитие синдрома Бругада первого типа и синдрома слабости синусового узла первого типа. Аналогичные изменения у младшей сестры. И весной 2019 года проведена замена кардиостимулятора на кардиоверфтор-дефибриллятор. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Мы переходим к последнему докладу. Это донозологическая диагностика заболеваний миокарда. Сейчас выполним загрузку презентации. Донозологическая диагностика. Докладчик прежний. Докладчик прежний. Известно, что сердце, являясь самоопределяющей системой, обладает функциями автоматизма, возбуждения, проведения и сократимости. Успешное взаимодействие биоэлектрических составляющих определяет понятие электрической стабильности миокарда, то есть способности возвращаться к своему уровню функционирования, несмотря на различные внешние воздействия. В основе развития нарушений сердечного ритма лежит изменение биоэлектрических функций сердца и развитие электрической нестабильности миокарда, что приводит к развитию механической несостоятельности сердца. Известные маркеры электрической нестабильности миокарда это дисперсия интервала КУТЭ, альтернация зубца Т, нарушение временной адаптации интервала КУТЭ к частоте ритма сердца и так далее. Однако определение этих маркеров достаточно трудоемко и время затратно, и иногда требует использования дополнительных методик. Следующий слайд, пожалуйста. В Алабуевым соавторами предложен способ оценки электрической стабильности миокарда у взрослых, как отношение амплитуд зубцов Р и Т с отношением продолжительности интервалов КУТЭ и КУРС. Этому индексу авторы дали название электрической добротности сердца и предлагают оценивать по разработанной ими намограмме. Следующий слайд, пожалуйста. Уменьшение данного показателя указывает на развитие патологического процесса даже в том случае, когда остальные обычно контролируемые параметры ЭКГ находятся в пределах нормы. Это может быть обусловлено как недостаточностью процессов возбудимости миокарда, то есть снижением энергетических и метаполических процессов миокарди и проявляться снижением вольтажа зубцов. А также может быть связано с замедлением реполяризации миокарди желудочков, то есть с замедлением ионных мембранных токов, которые являются фактором риска развития постдеполяризации и жизни угрожающих оритмий. Следующий слайд, пожалуйста. В педиатрической практике этот индекс не нашел применения, так как не разработаны нормативы для детей. Следующий слайд, пожалуйста. Мы модифицировали и адаптировали способ, предложенный Волобуевым с авторами, для применения его в педиатрической практике без использования номограммы и представили в виде формулы. Следующий слайд, пожалуйста. Нами обоснованы критерии оценки электрической нестабильности миокарда и разработаны его нормативы на основании анализа более 500 ЭКГ детей и подростков. В процессе нашего исследования было оценено состояние миокарда у новорожденных детей на основании расчета модифицированного индекса электрической добротности сердца. Следующий слайд, пожалуйста. Известно, что дефицит массы тела при рождении является одним из факторов риска развития нарушения сердечного ритма у детей. Также ведущее значение в поражении сердечно-сосудистой системы недоношенных и маловесных детей играет гипоксия, как остро-интранатальная, так и хроническая внутриутробная. Задержка внутриутробного развития является доказанным фактором развития синдрома внезапной смерти как детей раннего возраста, так и взрослых. Следующий слайд, пожалуйста. Группу исследований составили 32 доношенных новорожденных ребенка. 16 из них были дети с нормальной массой тела при рождении, 16 из них имели задержку внутриутробного развития. Средняя масса тела при рождении составила 3 килограмма. Следующий слайд, пожалуйста. Всем детям выполнялась эхокардиография. Структурных изменений в сердце или пороков развития не было выявлено ни у одного ребенка. Всем детям также выполнялась электрокардиография. Нарушение сердечного ритма и проводимости не было выявлено ни у одного ребенка. Продолжительность коррегированного интервала КУТЭ в пределах нормы у всех детей. Среднее значение индекса электрической добротности сердца составило 1,28. Следующий слайд, пожалуйста. Отмечено, что значение индекса электрической добротности сердца достоверно ниже у новорожденных задержка внутриутробного развития. Причем статистически значимые различия стали выявляться уже при массе тела при рождении 2850 грамм. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, нами определено сочетание прогностически неблагоприятных критериев у доношенных новорожденных детей, при котором необходимо проведение углубленного кардиологического обследования и динамического наблюдения. Это масса тела при рождении 2850 грамм и менее и значение индекса электрической добротности сердца меньше единицы. Следующий слайд, пожалуйста. В ходе исследования нами были стратифицированы факторы риска по развитию фатальных кардиогенных состояний, связанных с электрической нестабильностью миокарда у подростков с учетом значения модифицированного индекса электрической добротности сердца. По результатам всероссийской диспансеризации школьников в последние годы отмечается рост распространенности заболеваний сердечно-сосудистой системы у подростков, а также отмечается увеличение количества подростков с низкими адаптационными возможностями организма, что приводит к развитию вегетативной дисфункции, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Группу исследований составили 173 подростка в возрасте от 10 до 17 лет. Основная группа – это дети с продолжительностью коррегированного интервала КУТ 440 мс и более. Группа сравнения – это дети с нормальной продолжительностью коррегированного интервала КУТ. Среднее значение индекса электрической добротности сердца составило единицу. Статистически значимых гендерных различий между пациентами основной и контрольной группы зарегистрировано не было. Следующий слайд, пожалуйста. Отмечено, что у подростков с удлинением коррегированного интервала КУТ отмечалось значительное снижение индекса электрической добротности сердца. Следующий слайд. У подростков в возрасте 10-13 лет отмечалось достоверно значимое снижение индекса электрической добротности сердца при сравнении с подростками в возрасте 14-17 лет. При нормальной продолжительности коррегированного интервала КУТ это различие было более значимым. В целом наличие пролапса метрального клапана не влияет на значение индекса электрической добротности сердца. Но по нашим данным у детей в возрасте 14-17 лет, имеющих пролапс метрального клапана, отмечено более низкие значения индекса электрической добротности сердца по сравнению с подростками этого же возраста, не имеющими права с метрального клапана. Следующий слайд, пожалуйста. При значениях индекса электрической добротности сердца 0,8 и ниже достоверно чаще встречались синкопальные состояния. При значении индекса электрической добротности сердца 0,55 встречалось состояние клинической смерти. Это были два подростка, одна девочка умерла. Состояние клинической сердечной смерти у нее возникло на уроке физкультуры. В дальнейшем при анализе ЭКГ из амбулаторных карт было выявлено удлинение аккоррегированного интервала КУТ более 500 миллисекунд. Второй мальчик после состояния клинической смерти у него возникло на фоне ожогового шокка и в дальнейшем у него был подтвержден генетический синдром удлиненного интервала КУТ. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, нами определено, что при значении индекса электрической добротности сердца меньше 0,55 возможно прогнозирование высокой степени риска развития фатальных кардиогенных состояний, связанных с электрической нестабильностью миокарда, при значении от 0,55 до 0,8 средней степени риска и при значении больше 0,8 низкой степени риска развития фатальных кардиогенных состояний, связанных с электрической нестабильностью миокарда. В ходе нашего исследования также была оценена возможность использования индекса электрической добротности сердца для оценки эффективности проводимой терапии у детей с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Группу исследования составили 29 детей, пациентов кардиологического отделения с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Индекс электрической добротности сердца оценивался у них до начала лечения и не менее чем через 3 месяца от начала проводимой терапии. Лечение дети получали в зависимости от нозологической формы заболевания согласно общепринятым стандартам. Среднее значение индекса электрической добротности сердца до лечения 0,76, после лечения 0,95. Следующий слайд, пожалуйста. Участие пациентов. Индекс электрической добротности сердца на фоне лечения был снижен или неизменен. Это могло быть связано со множеством причин, например, нарушение комплоентности пациентов или неэффективность или недостаточность проводимой терапии. Однако после коррекции проводимой терапии отмечалось увеличение значения индекса электрической добротности сердца. Следующий слайд. Таким образом, увеличение индекса электрической добротности сердца на 0,2 и более свидетельствует об эффективности проводимой терапии. И расчеты этого индекса можно использовать как один из объективных маркеров для оценки проводимой терапии. Считаем, что целесообразно включить в стандартный протокол расшифровки ЭКГ определение величины индекса электрической добротности сердца, особенно у детей из групп риска. Это новорожденные дети с задержкой внутриутробного развития и подростки. Расчеты индекса рекомендуем проводить в начале лечения и в динамике для оценки эффективности и адекватности проводимой терапии. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Глубоко уважаемые коллеги, наша сессия по наследственным заболеваниям в кардиологии завершилась. Хочу выразить искреннюю благодарность и признательность всем докладчикам, участникам, организаторам, что несмотря на все сложившиеся ситуации, мы смогли в кратчайшие сроки с вами встретиться, обсудить последние наработки, поделиться собственными данными. Большое спасибо. Продолжение следует... Вот так, все, да? Отлично, да, мы вас слышим, начинаем, спасибо. Спасибо большое, добрый вечер, дорогие коллеги, у нас в Томске уже вечер. Спасибо большое за любезное приглашение организаторов конференции выступить с докладом. Мне хотелось бы начать презентацию. Итак, понятно, что генетика играет центральную важную роль в развитии атеросклероза, однако становится понятно, уже многие годы мы это изучаем, проводим исследования в области генетики атеросклероза, что генетические варианты сами по себе не способны объяснить тот риск заболевания, который меняется в течение жизни человека. В настоящее время действительно известно множество факторов риска и более 200 кандидатных генов, которые были открыты различными методами, которые связаны с атеросклерозом, в частности, с атеросклерозом коронарных артерий сердца. Однако наиболее твердая и воспроизводимая ассоциация, полученная с атеросклерозом, атеросклерозом и болезнью виничных артерий, в том числе с диабетом сахарного, с сахарным диабетом второго типа, была выявлена для локуса 9P2.1.3, где располагается длинная некодирующая РНК, и риск заболевания связан с этим локусом через эту длинную некодирующую РНК ткань в специфичной манере. Становится понятно, что необходимо изучать молекулярные основы эпигенетических процессов не только генетику, но и эпигенетику. Эпигенетика представляет достаточно неизведанную до сих пор область исследования, в том числе при атеросклерозе. Основные эпигенетические модификации, которые включены в эпигенетические модификации, включают прежде всего метилирование ДНК, модификации гистоновых белков и некодирующие РНК, РНК-интерференции механизмов, в том числе микро-РНК, а не некодирующие РНК. Все эти механизмы связаны с изменением экспрессии генов, и эти факторы приводят к изменению, к ремоделированию хроматина и, возможно, играть важную роль в патогенете заболеваний. Механизмы основные эпигенетические механизмы связаны с тем, что изменяется экспрессия генов, и, в частности, если изменяется метилирование ДНК в области промоутеров генов, в частности, уменьшение метилирования ДНК, то ген остается активным. Однако часто бывает и обратная ситуация, когда увеличение уровня метилирования промоутера генов связано с инактивацией функциональной активности генов, ген становится неактивным. Изменения, связанные с гистоновыми белками, зависят от того, какая модификация именно произойдет, какой аминокислотеп, какой позиции, ну и их насчитывается достаточно большое количество модификаций. И, в частности, гены некодирующие РНК, в том числе микро-РНК, это механизмы, которые приводят к деградации матричной РНК и к репрессии трансляций. Тем самым, все это связано с изменением функциональной активности генов. В своем исследовании мы больше всего сейчас делаем акцент на изучение метилирования ДНК, как и с наиболее хорошо изученной модификацией, патологической модификацией генома. И, в частности, именно метилирование ДНК достаточно хорошо связано с возрастом и возраст-зависимыми заболеваниями. В зависимости от того, где это происходит, изменение метилирования ДНК в промоутерах изменяет функциональную активность генов, а вот изменение метилирования ДНК в области межгенных регионов может быть связано с развитием других механизмов, в том числе с геномной нестабильностью. В настоящее время показано, что существуют различные механизмы, в том числе механизмы, связанные с изменением метилирования ДНК в области генов микро-РНК, регуляторных элементов генов микро-РНК. И очень хорошо эти механизмы изучены, прежде всего, на культурах клеток, на мышиных моделях, в опухолевых тканях, но не при атеросклерозе. И вот в своих исследованиях мы обратили свое внимание на то, что этот феномен, скорее всего, изменение уровня метилирования ДНК в связи с изменением экспрессии микро-РНК может быть связан и с атеросклерозом. И в частности, показано, что изменение гиперметилирования в области двух микро-РНК, а второй микро-РНК, микро-РНК 143-145, связано с конверсией, с изменением фенотипа и с трансдеференцировкой годкомочных клеток, когда меняют слой фенотип в норме сократительный фенотип, в откомочные клетки меняют на секреторный фенотип при атеросклерозе. И вот в своих исследованиях мы посмотрели интактные ткани внутренней грудной артерии, бляшки, каротидные бляшки и ликоциты периферической крови как в больниках с атеросклерозом, так и здоровых людей. И показано было, что да, увеличение существенное изменение метеллирования, в то же время и вариабельность касается прежде всего бляшек, атеросклертических бляшек, каротидных артерий, но не интактных внутренних грудных артерий. И это может быть связано с тем, что существует достаточно большая протяженная регион, регион, включающий энхансер в области гена хозяина этих двух микро-РНК и гиперметеллирование при атеросклерозе по сравнению с нормой возможно приводит к изменению функциональной активности через гиперметеллирование, связанное с снижением экспрессии этих микро-РНК. Однако это только начальные пути изучения регуляции функциональной активности генов микро-РНК через метеллирование. В частности, в своих исследованиях нам удалось посмотреть и мы увидели, что действительно профиль метеллирования микро-РНК в периферической крови очень сильно дистанцируется от профиля метеллирования атеросклертических бляшек как коронарных, так и каротидных артерий, так и интактных тканей внутренней грудной артерии и большой подкожный рен. Обратив на это внимание, мы постарались изучить механизмы, каким образом это связано и каким образом какие пути могут быть вовлечены в то, что изменяется в профиль метеллировании различных генов в бляшках по сравнению с интактными тканями. И в частности, нам удалось выявить, что меньше процента гиперметеллированных генов в интактных артериях по сравнению с теросклертическими бляшками было выявлено. И эти гены гиперметеллированные прежде всего вовлечены в процессе функционирования мышечной системы, в регуляцию кальциевого гомеостаза. Что касается генов гиперметеллированных в атеросклертических бляшках по сравнению с нормальными тканями артерий, то здесь уже достаточно большой широкий спектр процессов эти гены касаются. Прежде всего, это гены развития, это гены метаболизма липидов, это гены воспаления, это гены программированной клеточной гибели, липидного нарушения амбидного обмена. То есть это уже канонические пути, которые связаны с атеросклерозом, как хорошо известно. Однако, что еще нам показалось достаточно интересным, то что достаточно большое количество регионов гиперметеллированных было выявлено в регионе, захватывающем хромосому вторую, регион 2Q3.1.1. Здесь задерживается CPG-AstraVogue, это скопление CPG-сайтов, которые соприкасаются с микро-РНК-10B и геном, камня-блок, содержащим генами HOX-D4. Это промоторный регион, и мы нашли, что этот регион, он существенно гипометеллирован в бляшках по сравнению с интактами здоровыми тканями доноров. Действительно, это так, потому что другим методом мы подтвердили, что как тросклеротические бляшки каротидных, так и коронарных артерий, так и лейкоцитоперепирической крови существенно гипометеллированы в этом регионе по сравнению с интактными тканями артерий. Такое вот существует изменение профиля метеллирования бляшек по сравнению с изменениями тканями артерии. Действительно, мы посмотрели, что метеллирование может быть связано с изменениями экспрессии, а в частности достаточно серьезная хорошая корреляция между уровнем метеллирования экспрессии гена микро-РНК из 5ПЦП это микро-РНК, то есть отрицательная корреляция, говорящая о том, что гипометеллирование в этом регионе связано с увеличением экспрессии этой микро-РНК в бляшках пораженных атеросклерозом артерий. Действительно, есть функциональные исследования, связанные с изучением этой микро-РНК и в частности действительно увеличение экспрессии данной микро-РНК показано в атеросклерозических бляшках по сравнению с синтактными артериями. На клетчных культурах показано, что да, эта микро-РНК изменение экспрессии приводит к функциональным последствиям таким, как в эндотелиальных клетках это ингибирование МРНК и антипроферативная активность эндотелиальных клеток против годкомощенных клеток это миграция и ангиогенез эндотелиальных клеток В макрофагах микро-РНК выполняет свою роль у нее и свои мишени это гены мишени обратного транспорта эфликса холестерова Ну и в годкомощенных клетках также существует определенная роль это микро-РНК в виде подавления экспрессии маточной рНК от лапилка и увеличение пролиферации годкомощенных клеток Интересно, что есть эти же функциональные включения этой микро-РНК в атеросклероз через мишиные модели изучение мишиных моделей а именно нокаут этой микро-РНК у мыши приводил к резистентности этой мыши к развитию атеросклерода Любопытная и модель была построена для развития атеросклеротического изменения артерий связанных с этой микро-РНК Дело в том, что в норме в здоровых артериях тип эндотелиальных клеток второго типа эндотелиальных клеток клетки эндотелиального типа второго типа они синтезируют экзосомы которые содержат низкое количество микро-РНК но в то же время высокое количество вот этого белка трансформирующего ростового фактора бета связывающего с этим белком и вот эти гранулы приводят к тому, что снижается очень существенно пролиферация гладкомышечных клеток но это вот в норме однако при воздействии различных стимулов происходит изменение фенотипа эндотелиальных клеток и здесь уже появляются эндотелиальные клетки другого типа первого типа которые вырабатывают совершенно другие экзосомы с совершенно другим содержанием микро-РНК здесь уже количество возрастает но микро-РНК подавляет связывающий вот этот белок патентного трансформирующего фактора бета поэтому здесь уже нет удерживающих факторов и при фенотической трансформации атеросклеротического изменения мы видим то, что здесь происходит трансформация полностью типа эндотелиальные клетки изменяет свой фенотип и становится первого типа и появляется очень что стимулирует комочные клетки пролиферации в связи с этим развивается и мистерность то есть достаточно любопытные есть функциональные работы которые связывают то что изменение метилирования в области регуляторных регионов данных микро-РНК они являются различными функциональным вовлечением микро-РНК в фатарасклеротические механизмы что еще было любопытно дело в том что понятно что для клиники это все хорошо для фундаментальных расследований однако для клинической практики можно посмотреть каким образом этот регион есть ли изменения в этом регион метилирования в липоцетах периферической крови как наиболее доступного материала действительно мы начали что существует типа метилирования в области этого региона который содержит ген микро-РНК 10b у пациентов по сравнению с здоровыми и действительно очень сильные изменения этого метилирования этого региона в липоцетах происходит и в неимодляемых пациентах которые находятся в острой фазе острого ишемического инсульта по сравнению со здоровыми пациентами в сторону гипометилирования этого региона в липоцетах периферической крови то есть возможно это является интересным биомаркером риска для прогнозирования острых сосудистых событий Таким образом, мы видим на этом примере, что это всего лишь одна из многочисленных ниточек фотогенеза молебулярно-генетических механизмов формирования теросклеротической бляшки, что действительно метилирование в области микро-РНК и взаимодействие этих микро-РНК с матричными рНК-тарбитными генами может быть эпигенетическими механизмами, которые играют важную кодичную роль в нарушении экспрессии генов и сигнальных путях при теросклерозе. Это связано с механизмами развития теросклероза. Эпигенетические исследования теросклеротической бляшки человека могут дать действительно новый взгляд на понимание механизмов развития теросклероза и не только дать новый взгляд, но и предложить биомаркеры развития прогрессии этого патологического состояния. Однако для изучения механизмов, более точных молекулярных механизмов этого заболевания необходимо использовать и исследовать не только ткани человека, пораженные теросклерозом, но и, поскольку все-таки это динамичное заболевание, и не интеллированная динамичная модификация генома, плюс есть энтерогенность ткани, необходимо привлекать для изучения молекулярно-генетических механизмов, и клеточные модели, и культуру клеток необходимо для того, чтобы расшифровать механизмы, связанные с теросклерозом. В нашей лаборатории активно развивается мой темный подход к лечению теросклероза, и наше исследование касается не только изменения уровня метилирования ДНК, как в лейкоцитах, так и в теросклеротически пораженных артелях, с лечением механизмов развития теросклероза, ну и мы изучаем вариации числокопия участков ДНК, связанные с факторами риска заболевания, и мы нашли интересные находки, которые связаны с вариацией числокопия участков ДНК. Но наиболее информативным для изучения молекулярных механизмов теросклероза является, конечно, интеграция этих молекулярных механизмов, это именно молекулярных механизмов, касающихся изменчивости числокопии участков ДНК, метилирования ДНК с экспрессией ген. Таким образом, именно мы предположили, что да, есть некоторые гены в клетках артерий, которые характеризуются одновременным изменением уровня экспрессии метилирования ДНК, также есть изменение уровня экспрессии в варианте числокопия участков ДНК при атеросклерозе, и именно эти гены кандидатные регионы могут быть драйверными регионами в отношении атеросклероза. Хочу поблагодарить организаторов конференции за любезное приглашение выступить с докладом, ну и, конечно же, моих коллег и нашу активную работающую лабораторию, лабораторию по коллекционной генетике и Варея Павловича Пузырева, за то вдохновение, которое он нам дает на проведение исследований. Спасибо еще. Большое спасибо. Следующий доклад «Молекулярная основа атеросклероза и нарушения липидного метаболизма» трансляция перенесена на другой день. Соответственно, переходим к следующей теме. Анализ ассоциации полиморфных маркеров генов-кандидатов, ген-генных и генно-средовых взаимодействий с формированием гипертонической болезни и ее осложнений. Слово предоставляется глубоко уважаемому Михаилу Ивановичу. Не вижу. Чувак. Пока не видим докладчика. Не будем терять время. Переходим тогда, пропускаем этот доклад. Переходим к репликационный фармакогенетический анализ полигеномных ассоциативных исследований генов-регуляторов липидного обмена в российской популяции. Есть у нас докладчик? Да. Тоже отсутствует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 риска. Например, если мы говорим о раннем выявлении симптомов заболевания, то, допустим, две трети пациентов демонстрируют симптомы инфаркта миокарда за 12 месяцев. Это тоже все результаты исследований. Или же, например, не диагностирован на ранних стадиях стандартными клиническими способами уровень семейной гиперхолестеринения составляет 42,5-62,5%. Фактически к чему может привести внедрение технологии персонифицированной терапии в кардиологию? Это также результаты конкретных исследований, которые проводились в различных странах. Вот мы видим результаты 20-летней программы, которая длилась с 80-го по 2000-й год в США. Фактически она привела к 50-процентному снижению смертности от ЭБС. Та же самая подобная программа, которая длилась с 14-го по 17-й год, а уже позже, фактически смертность от ЭБС снизилась на 48% уже внутриклиническая. И 2,25% снизился уровень повторного рецидива. Если мы говорим о Швеции, то, соответственно, 16-летняя программа привела к 53-процентному снижению смертности от ЭБС. Знаменитая программа Тромси норвежская фактически снизила смертность от ЭБС на 7% в год. А если мы говорим о Финляндии, то такой показатель, который, кстати, и у нас используется в нацпроекте здравоохранения, это фактически внутрибольничная летальность от инфаркта миокарда, фактически снизилась в 2 раза за 10 лет. Это все факты, это все результаты статистических исследований, проведенных в этих странах. Теперь, когда мы говорим о молекулярно-генетическом тестировании в кардиологии, она решает в основном две задачи. Первое – это исследование механизмов развития патологии. Причем мы исследуем на молекулярном уровне, который включает в себя генетический, эпигенетический и уровень экспрессии. Соответственно, и позволяет выявлять обычные ключевые метаболические пути развития патологического, различать патологические состояния по этиологии, классифицировать и, собственно говоря, участвовать в разработке терапевтических подходов в зависимости от спектра генетических маркеров. Когда мы говорим о маркере не только генетических, но и метаболических маркеров также используются. А второе – это, естественно, выявление лиц, которые предрасположены к развитию этого состояния. И, соответственно, пармакогенетическое тестирование для подбора адекватной терапии. Когда мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, то они делятся на моногенные и полигенные. Соответственно, с моногенами в этом плане гораздо проще, потому что, соответственно, это гены, которые регулируют ангиогенез, соответственно, врожденные аномалии сосудов или же врожденные аномалии свойств развития мышечных волокон и нервных волокон. Ну, например, такие результаты возникновения подобных патологических состояний, нарушений этих генов могут приводить к врожденным нарушениям ритма, кардиомиопатии, синдрому морфана. Когда мы говорим о полигенных, то там, соответственно, вклад каждого гена, он очень незначителен. Фактически возникает ансамбль генов. И вот эти гены, которые мы видим, участвуют в липидном гомеостазии, тромбообразовании, реминон-ангиотезийной системы, соответственно, метаболизма гомоцистеина, и которые оказывают влияние на физиологию синдром сосудов, они, собственно говоря, приводят к таким заболеваниям вот эти ансамбли, такие как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. Но, когда интересные результаты исследований относительно полигенных заболеваний, опубликованы результаты в 2015 году о том, что, соответственно, 15 вариантов полиморфизма генов, которые никак не связаны с липидным обменом, никак не связаны с кровяным давлением и сахарным диабетом, они приводили, это широкомасштабные генетические исследования, они приводили фактически к возникновению, ассоциировались с возникновением ишемической болезни сердца. То есть напрямую, в принципе, предположить участие этих 15 вот этих генов в этом ансамбле было нельзя с возникновением ишемической болезни сердца. Соответственно, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что фактически использование технологий позволяет нам выходить на новый уровень. Когда мы говорили, что мы движемся от классической ПЦР, потом перешли, соответственно, ПЦР в реальном времени или цифровой ПЦР, или же мы переходим от классического секвенирования по Сенгеру к секвенированию параллельному или же секвенированному поколению, мы движемся по направлению увеличения чувствительности и мультиплексности, то есть количество аналитов, определяемых в одном образце. Вот эта эволюция методологии нам позволила добиться, соответственно, тех тестов, которые, прийти к тем тестам, которые на сегодняшний момент могут практически использоваться. Начнем с того, что делается на сегодняшний момент, может делаться уже методом реал-тайм ПЦР. Во-первых, из важнейших тестов, это, соответственно, даже имеющих регистрационное удостоверение Минздрава. Это фактически тесты для определения уровня, соответственно, полиморфизма в генах, которые отвечают за восприимчивость организма к варфарину или невосприимчивость к варфарину. Понятно, что подбор, соответственно, варфарина, он определяется этими полиморфизмами этих генов, и он жестко, собственно говоря, ими детерминируется, и должен быть учтен при, соответственно, подборе данного препарата. То же самое учитывается при подборе клопидогрелок. Справа перечислены те показания к назначению этого теста, которые смотрят на достаточно социально значимые показания. Повторный инфаркт миокарда, тромбоэмболия, островенозный тромбоз. Назначение этих препаратов без проведения молекулярно-генетического тестирования на сегодняшний момент уже представляется не совсем целесообразным. Теперь если мы говорим о мультилекарственном спектре. Если мы посмотрим полимерфизм ряда генов, это опять же есть тестовые системы, зарегистрированные в Российской Федерации. Тоже делают методом реалтайм. Соответственно мы можем смотреть в том числе и препаратов для применения гипогликемических препаратов. Едем дальше. Соответственно тестовые системы для определения тромбофилии. То есть это полимерфизм генов, которые участвуют в факторе свертывания крови. То есть вот эти гены, целые панели этих генов можно на сегодняшний момент уже тестировать. И соответственно их клиническая значимость заключается в том, что мы при простановке ряда диагнозов должны учитывать фактор и учитывать полимерфизм тех или иных генов, которые входят в эти панели. Помимо этого панель на тестирование артериальной гипертензии. Там вот мы видим внизу перечислены целый ряд, целый спектр генов, которые в нее входят. А теперь опять же смотрим клиническую значимость. То есть это фактически генетический риск развития, соответственно и ишемическая болезнь сердца, гипертрофия левого желудочка и гипертрофическая кардиомиопатия. Теперь, собственно говоря, панель для исследования липидного обмена. Также зарегистрирована Российской Федерацией, также есть реактивы и их клиническая значимость тоже понятна. Соответственно это и атеросклероз, и соответственно стеноз артерий, риск развития коронарной болезни, инсульт и ишемическая болезнь сердца. Это мы говорим про технологию Real Time ПЦР. Идем дальше. Соответственно, когда мы говорим о цифровой капельной ПЦР, отличается это ПЦР тем, что, собственно говоря, у нас амплификация происходит в каждом компартменте, в каждой в данном случае капельке. И фактически ни одна из копий, существующие в образце, не будет, если она действительно там есть, она будет амплифицирована и она не будет утеряна. Соответственно, это увеличивает чувствительность этого метода. Что позволило, вот мы видим справа, значит на картинке мы видим, что наши целевые ДНК, если они там присутствуют, даже в единичном экземпляре, они будут амплифицированы. Увеличивая чувствительность этого метода, мы можем добиться следующих результатов в отношении кардиологии. Это тоже, собственно говоря, результаты западных исследований. Фактически считается, что метод цифровой ПЦР является самым точным методом для определения copy number variation, то есть определения числа копий. Фактически показано в работах, что вот это определение числа копий, оно коррелирует с развитием ряда заболеваний, как то, значит, ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт миокарда, соответственно, врожденные пороки сердца, соответственно, кардиомиопатия. То есть мы видим, что это результаты исследований, и фактически определив вариативность числа копий, мы можем, собственно говоря, корректировать схемы лечения и делать прогноз по развитию заболевания, вообще по его, значит, возможности его возникновения и по исходу этого заболевания. Следующее применение цифровой ПЦР. Фактически цифровая ПЦР на сегодняшний момент, это работа 2018 года, она является ранним прогностическим маркером, соответственно, для развития острого инфаркта миокарда, поскольку оно определяет высокочувствительность в образце крови, может определять циркулирующие микро-РНК и соответствующие длинные некодирующие РНК. Предыдущие методы, как то RealTime, они не обладали достаточной чувствительностью, чтобы определять эти показатели. Переходим дальше, собственно говоря, теперь переходим к секвенирую следующего поколения. Вот здесь на этом слайде приведены ряд известных генов, которые, соответственно, касаются развития и возникновения кардиомиопатии. И вот здесь, на следующем слайде, это просто, грубо говоря, это выдержка с одного из сайтов, одной из компаний, которые шлят у нас уже в Россию, допустим, анализ по панели кардиогенетика гипертонической. Видим 9 генов, соответственно, возможный полимерфизм и, соответственно, клиническая значимость. А вот на следующем слайде, это то, что определяют уже на Западе. Это то, к чему, скорее всего, будем двигаться и мы, потому что количество этих генов, вот когда мы говорим о полигенном наследовании, количество генов на сегодняшний момент известно, оно уже достигает больше 5000. Например, компания Blueprint Genetics, одна из компаний, которая делает эти тесты на Западе, она вот выпускает, собственно говоря, вот такие панели, как мы видим. И здесь количество генов, которое, оно уже не 9, оно уже достигает там в одной панели 250. И видите, вот этот спектр вот этих всех панелей, которые они могут делать. То есть, фактически, это что означает? Это означает, что на сегодняшний момент развитие вот этих генетических технологий приводит к тому, что количество генов, которые должны быть проанализированы для правильной постановки диагноза и для корректированной схемы лечения, оно уже не может вместиться, грубо говоря, в одной реакции ПЦР. И привлечение таких технологий, как сиклинирование следующего поколения, параллельное сиклинирование массовое, это уже является не завтрашним, это уже является необходимостью сегодняшнего дня. И в заключении, вот то, что, собственно говоря, как один из образцов может дать, собственно говоря, репорт для врача-кардиолога. Вот здесь, в данном случае, у них приведен на сайте, значит, репорт по синдрому Морфана. И вот, как мы видим, да, они определили, соответственно, мутацию, они определили вот этот полиморфизм гена. И, собственно говоря, выдают клиническую значимость о необходимости, соответственно, тестирования родственников, о вероятности возникновения данного, соответственно, синдрома в последующих поколениях. И, собственно говоря, о тех мероприятиях, которые дополнительно должны быть проведены врачом-кардиологом в отношении данного пациента. В заключении хочу сказать, что все эти методы не стоят на месте, они развиваются. И, безусловно, для того, чтобы, конечно, осветить каждый ген, наверное, бы и целого цикла лекций бы не хватило, да, курса. Но вот в данном случае данная презентация направлена только лишь на то, чтобы показать, насколько на сегодняшний момент молекулярно-генетические методы в кардиологии во всем мире продвинулись. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Глубоко уважаемые коллеги. Переходим к следующему докладу. Это комплексная диагностика наследственной гиперлепидемии с помощью клинического электрофореза и генетических тестов. Глубоко уважаемая Ирина Александровна, Вам слово. Ирина Александровна, слышно ли нас? Мы вас не слышим. А вот так вы меня слышите? Только у меня единственная исчезла презентация с окна, то есть я вижу вот, вот все. Благодарю вас, спасибо большое. Итак, липиды в организме, они транспортируются в составе. Так, как следующий слайд делать? Что-то у меня стрелочка не работает. Липиды в организме транспортируются в составе макромолекулярных комплексов, которые называют липопротеинами. Они состоят из гидрофобного ядра, образованного эфирами холестерина и триглицеридами, и гидрофильной оболочки, образованной нестерифицированным холестерином, фосфолипидами и белками, которые называют аполипопротеинами. В зависимости от плотности при ультрацентрифугировании выделяют 5 основных классов липопротеинов. Это хиломикроны, липопротеины очень низкой плотности, липопротеины промежуточной плотности, низкой плотности и высокой плотности. При этом существует сильно обратная взаимосвязь между размером частицы и ее плотностью. Самые крупные частицы, они же самые легкие. Все липопротеины, кроме липопротеинов высокой плотности, являются АПБ-содержащими. У некоторых людей дополнительно обнаруживается особый вид липопротеинов. Так, следующий слайд, почему-то у меня не щелкал. Липопротеин А малый. Этот липопротеин, его наличие генетически детерминировано в организме. По своей структуре он очень похож на липопротеины низкой плотности и отличается наличием дополнительного АПО-липопротеина АПА. Роль этого липопротеина в организме, она до конца не изучена, однако показано, что наличие липопротеина А малая в крови в концентрации 50 мг на децилитр и более, оно значительно увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Традиционно для оценки метаболизма липидов проводят, как правило, исследование биохимического липидного спектра. При этом ряд показателей получают путем прямого измерения, а такой показатель, как холестерин липопротеинов низкой плотности, его рассчитывают чаще всего. И расчет производят по формуле Фидвальда, которая основана на допущении о том, что концентрация холестерина липопротеинов очень низкой плотности, она представляет собой концентрацию 3 глицеридов, деленную на 5 или на 2,2, в зависимости от того, в каких единицах измерения мы выражаем концентрацию. При этом всегда следует помнить, что эта формула в ряде случаев неприменима, и также при достаточно большом спектре состояния она дает неточные результаты. В этом случае возникает необходимость в альтернативном подходе для оценки метаболизма липидов, и одним из таких способов является электрофорез липидов. Так, можно следующий слайд? Ирина Александровна, да, мы будем переключать вам слайд. Электрофорез липопротеинов, он представляет собой разделение липопротеинов по действиям электрического поля в огорозном геле. При этом липопротеины разделяются на следующие фракции, это хиломикроны, бета-фракция липопротеинов, которая соответствует липопротеинам низкой плотности, пре-бета-фракция, соответствующая липопротеинам очень низкой плотности, и альфа-фракция, соответствующая липопротеинам высокой плотности. При этом, если у человека есть липопротеин, а малая, то он также будет мигрировать отдельной полосой, отдельной фракцией между пре-бета и альфа-фракциями. Результаты электрофореза, они высоко сопоставимы и очень хорошо коррелируют с результатами ультрацентрифугирования, которые являются золотым стандартом разделения липопротеинов. Следующий слайд, пожалуйста. При этом существует несколько вариантов окраски электрофореза липопротеинов. Это селективная окраска холестерина и селективная окраска 3-глицеридов. Каждый из методов, он позволяет провести прямое количественное измерение содержания или холестерина, или 3-глицеридов в 5 фракциях липопротеинов. При различных патологических состояниях изменяется не только количественное соотношение различных классов липопротеинов, но также меняется их качественный состав. Это приводит к изменению характера миграции липопротеинов. Следующий слайд, пожалуйста. И в результате на фраграммах образуются такие характерные очень картинки, которые называются электрофоретическими паттернами. И на основании именно этих электрофоретических паттернов в 1967 году Дональд Фредриксон предложил всю дислепидемию разделить на 5 типов. При этом при первом и пятом типе дислепидемии в крови появляются такие частицы, которые называются хиломикронами, и наличие которых оценить обычными биохимическими методами не представляется возможным. Также при третьем типе дислепидемии происходит слияние фракций липопротеинов низкой плотности и очень низкой плотности. И это слияние опять-таки невозможно оценить традиционным биохимическим подходом к оценке липидного спектра. Следующий слайд пожалуйста. В последующем это классификация Фредриксона, она была принята Всемирной организацией здравоохранения и существует по сей день. В основе каждого типа дислепидемии могут лежать как вторичные причины, так и первичные, генетические. И знание типа дислепидемии особенно важно для дальнейшего генетического поиска. Так, например, при дислепидемии второго А типа, прежде всего рекомендуется проводить генетическое исследование и поиск мутации в гене LDRL, это ген рецептора липопротеинов низкой плотности, так как именно мутации в этом гене обуславливают до 95% всех случаев семейной гиперхолестериномии. А при третьем типе дислепидемии генетический поиск уже необходимо выполнять в гене АПЕ, так как гомозиготность по аллелию Е2 этого гена является причиной 90% случаев семейной дисбета-липопротеиномии. Следующий слайд пожалуйста. В нашей лаборатории мы провели небольшой сравнительный анализ традиционного биохимического определения липидного спектра и прямого измерения с помощью электрофореза. Мы взяли группу больных с сахарным диабетом второго типа из 22 человек. И мы получили, что при определении содержания холестерина липопротеинов очень низкой плотности, как отношение концентрации 3 глицеридов к 5, мы получаем у них повышенные значения по сравнению с истинной концентрацией. Это связано с тем, что у больных с сахарным диабетом второго типа у них наблюдается умедленная гиперпидисоридемия. И дальнейший расчет содержания холестерина липопротеинов низкой плотности по формуле Фридбальда, он приводил к занижению результата по сравнению с истинным значением. Это необходимо учитывать и особенно важно при назначении гиполепидемической терапии, так как именно холестерин липопротеинов низкой плотности является целевым показателем и дозу подбирают именно для достижения целевых уровней холестерина липопротеинов низкой плотности. Следующий слайд, пожалуйста. Затем мы разделили этих пациентов на 2 группы, по 11 человек было в каждой. Первая группа не получала гиполепидемическую терапию, а вторая группа находилась на лечении препаратами группы статинов. И было установлено нами, что статины снижали холестерин липопротеинов низкой плотности и не влияли на холестерин липопротеинов очень низкой плотности, холестерин липопротеинов высокой плотности, и также не влияли на содержание триглицеридов, причем как общих, так и по фракциям. Просто здесь диаграммы, к сожалению, не поместились на слайд. И поэтому у пациентов, не получающих лечение статинами, чаще наблюдалась липидемия 2B типа, в то время как у пациентов, находящихся на лечении препаратами, наблюдалась липидемия 4 типа. Это может указывать на то, что пациентам с сахарным диабетом для дополнительной корректировки липидного спектра и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, им недостаточно назначения одних статинов, им нужна, видимо, либо серьезная гиполепидемическая диета, которую пациенты будут соблюдать, либо, возможно, даже назначение комбинированной терапии. Следующий слайд, пожалуйста. Считается, что семейная гиперхолестеринемия, но это аутосомно-доминантное заболевание, считается, что клиническим его патограммоничным признаком являются ксантомы сухожилий и особенно ахилловых сухожилий. Также появляются ксантелазмы, липоидная дуга роговицы, характерная для лиц младше 45 лет, ранние БС развития. Но это не значит, что если у человека нет никаких жалоб и нет фенотипических проявлений, у него нет заболевания. Следующий слайд, пожалуйста. У нас был случай, когда в лабораторию обратилась женщина 42 лет, у нее не было никаких фенотипических проявлений, нарушений репидного обмена, у нее не было никаких жалоб. Просто при плановом осмотре, когда она проходила на работе плановый осмотр ежегодный, у нее обнаружили повышение уровня общего холестерина в сыворотке крови. И после прохождения она решила разобраться, в чем дело, так как в принципе никаких жалоб на свое здоровье у нее не было. Мы выполнили ей электрофорез липидов и обнаружили у нее дислипидемию 2-го А-типа. Так как у женщины не было никаких выраженных причин для вторичной дислипидемии, то мы рекомендовали ей пройти генетическое исследование. Она его прошла и мы выявили гетеродиготную мутацию в гене рецептора липопротеина низкой плотности. И ей был поставлен диагноз семейной гиперхолестериномии. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Можно следующий слайд? Вот, если у вас возникли какие-то вопросы, то обращайтесь к нам. Благодарю вас всех за внимание. Спасибо. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok